всем привет друзья с вами художник хеленши сегодня такой день как 23 февраля и я хотела бы поздравить всех мужчин с этим праздником и рассказать вам какой подарок я приготовил для своего мужа почему я решила записать видео потому что это новая картина потом я спрашивала у вас что я нарисую и вы мне очень много посоветовали и ответили на мой вопрос сказал что это будет звездное небо так как картина была на черном фоне мне очень понравился вариант который мне предложили нарисовать носки то что мы фанаты на носок таких разноцветных поэтому может быть я нарисую такую картину мне очень понравился этот вариант в принципе мне все варианты понравились и звездное небо и космос и планеты это очень здорово но моя картина была в другом стиле и я хочу подробно рассказать про нее и показать но пока я ее не показываю хочу рассказать кто меня вдохновил на эту картину почему очень важно рассказывать о тех людях которые вас вдохновляют естественно я как художник-самоучка очень много смотрю информации в инстаграме и подписываюсь на художников которые не интересны не интересен их стиль и я черпаю и вдохновение и технику и так далее сразу скажу что эта картина которая написала она была скопирована эта картина не будет продаваться она будет подарена моему мужу естественно когда я опубликую эту картину в instagram я отмечу галочкой художника который меня вдохновил и естественно поблагодарю его за то что он сделал такую прекрасную картину художника позовут нейл карл он из лондона и самое приятное что он тоже самолучка но я вам хочу показать вот можете посмотреть сейчас какие картины он пишет человек который пишет каждый день и который самоучением занимается это просто потрясающе это еще раз доказывает то что научиться рисовать может каждый если есть желание посмотрите у него какие замечательные картины и в стиль просто восхитительный мне он очень нравится и сразу скажу что я не буду писать в таком стиле потому что мне нравится глазеть на это это эстетично эстетически очень красивые картины но у меня чуть другой стиль но когда я увидела одну работу его я сразу поняла что я хочу эту картину чтобы эта картина висела у меня в доме на кухне потому что это очень изысканно это очень красиво и так а какой же картине идет речь сейчас я вам покажу эту работу которую я скопировала вот можете посмотреть оригинал картины как она выглядит и сейчас я вам покажу свою работу и так барабанная дробь и сейчас я вам покажу подарок который я написала для своего мужа вот смотрите это бокал вина красного на черном фоне и картина конечно же скопирована вы можете увидеть у этого художника похожую работу и оценить как я смогла скопировать плохо или хорошо в общем вот такая вот работа вышла я очень довольна я сразу скажу что написала я ее за 10 минут представляете 10 минут холст у меня был но этот холст к сожалению испортили мои дети ну как испортили они ручкой нарисовали вот тут по периметру стиральную машину и естественно ее сложно было бы как-то замазать я взяла баллончик у меня есть акриловые краски распылительные распылила и замазала сделала черный фон и он быстро высох на балконе за 10 минут и я решила что а уже основной рисунок у меня написан маслом как же он был написан ну все очень просто я изобразила здесь световую часть опять же скопировала а дальше уже просто смотрела визуально что делал автор работы что делал художник он просто выводил световые части на холст есть и у него это красное вино и там было очень темное красное вино если можете посмотреть можете посмотреть у меня к сожалению в коллекции красок не оставалось краплака красного который такой бордо очень темный у меня был просто красный даже алый цвет и я его немножко разбавлялась коричневым и вот получался вот такой вот оттенок за счет теневых световых и бликов как я уже говорила блики стекла получается вот такой вот бокал бокал на ножке здесь вы тоже можете увидеть блик и блик от самого вина вот немножко розоватый и на самой ножке тоже есть блик вот такая вот картина у меня вышла это подарок моему мужу конечно я подписала хеленши потому что все таки это я рисовала да она скопирована и еще раз повторяю все копии которые вы делаете современных не современных художников неважно кого обязательно подписывайте чтобы эту работу написали вдохновились тем или иным автором во первых это правильно во вторых это очень приятно автору что его упоминают своих работах и говорят что вот смотрите я попробовал у меня так вышло когда вы копируете что-либо вы должны указать автора я считаю здесь просто не должно быть каких-то других вариантов ну и потом не стесняться и говорить что вы копируете потому что копирование это способ научиться писать картины что если вы не будете копировать вы не сможете это сделать следующий в даб я хочу попробовать написать стакан пива у него тоже он есть но уже хочу написать не по его картинке а с натуры и посмотреть получится ли у меня создать шедевр самостоятельно не подглядывая это такой вот прям experience который я хочу попробовать потому что я срисовала за 10 минут поняла что очень круто получилось мне нравится мужу нравится но хочется попробовать самостоятельно нарисовать я думаю что получится по-другому потому что когда мы пишем сами с натуры у нас другое чуть-чуть видение ну что я поделилась с вами контактом замечательного художника самоучки нейл карлова зовут и я думаю что вам будет интересно зайти к нему на страничку и посмотреть его работу может быть вас тоже вдохновит что-то и вы попробуйте нарисовать но обязательно отметьте этого автора ему будет приятно я поздравляю всех мужчин с наступившим праздником 23 февраля вы наши защитники вы наши заступники вы для женщин детей опора поэтому будьте всегда здоровы в хорошем настроении и чтобы у вас все складывалось как бы вы хотели огромный привет передам и своему папе который служил и поздравлю его с этим праздником 23 февраля пап привет ну что с вами была художник хеленши я наконец-таки восстановила немножко свои голосовые связки и буду дальше продолжать вести свой блог и рассказывать вам об интересных находках у меня кстати есть одна такая мне недавно пришла посылочка с алиэкспресс и я вам покажу что мне пришли пришло это очень нужная вещь для художника смотрите следующее видео вам будет интересно ну что с праздником пока пока